Очередное грамматическое упражнение. Приступаем. Первое предложение. Они иногда ездят в Берлин. Итак, значит, Берлин, в принципе, так и будет. Берлин. Ударения так и сохранятся. Берлин. В Берлин здесь уже предлог подсказан. To Berlin. Ну, в принципе, я и говорила, что предлог направления – это всегда to. То есть, когда вы еще не где-то, а когда вы только туда направляетесь. И неважно. В цирк, в парк, в школу, в Берлин, в Нью-Йорк, в Москву. То есть, вы в процессе направления куда-то. To – это всегда предлог направления. Итак, они иногда ездят. Предложение стоит. Опять-таки, всегда определяйтесь со временем, чтобы вам было проще перевести. Первое, что нужно сделать – определить время. Тем более, помните, да, что в английском языке не просто прошедшее, настоящее и будущее, а они еще подразделяются. Просто свершилось или длилось, или с каким-то результатом, ну и так далее. То есть, пока не забиваем этим голову, но хотя бы определиться, чтобы знать, в случае вопросов отрицаний, какие вспомогательные глаголы будем использовать, в случае утверждений, какое окончание, если оно нужно. Поэтому определяемся. Вот, они иногда ездят. Наречия «иногда», так же, как и всегда, никогда, обычно, часто, редко, указывают на простые времена. То есть, что это случается какими-то периодами. В данном случае это простое, настоящее или настоящее, неопределенное. Present simple или present indefinite. Одно и то же. Наречия «иногда» – это sometimes. Думаю, что многие слышали такое слово. Sometimes – иногда. Наречия «времени» всегда стоят перед смысловым глаголом, то есть, который несёт смысл, да, не вспомогательный, а который переводится со смыслом. В данном случае это что делают? Ездят. Вот он, смысловой глагол. Наречия «времени» – вот здесь «иногда», значит, вот оно стоит, как в русском, так и в английском, будет стоять перед этим самым словом «ездят». Но именно вот это наречие «иногда» может стоять и в самом начале предложения, да, то есть, как бы исключение из правил. Вот, допустим, про другие наречия всегда, редко, обычно. Так сказать нельзя. Их нельзя поставить в самое начало предложения. А вот «иногда» можно. То есть, если вы скажете «sometimes», «they» и так далее, это тоже будет правильно. Вообще, классический вариант – это, конечно, начинаем с подлежащего. Они иногда ездят. Ездить и ходить, то есть отправляться куда-то – это одно и то же. «Go». Значит, «they sometimes go to Berlin». Вот и всё. Но, если вы скажете «sometimes they go to Berlin», это тоже будет правильно. Второе предложение. Точнее, это у нас вопрос. Когда они обычно приезжают в Торонто? Опять-таки, там было в Берлин. Куда? «to Berlin». Здесь в Торонто. «to Toronto». Только это у нас вопросительное, да, теперь предложение. Обычно, наречие времени, опять-таки, переводится «usually». Его уже мы никуда в начало поставить не можем. Тем более в вопросе. Опять-таки, со временем определяемся. Это снова простое, настоящее. Раз здесь вопрос, значит, тут нам нужен вспомогательный глагол. Их два, напоминаю, в Present Simple. «do» и «does». «Они» – это не он, не она, не оно, для которых мы подбираем «does». Значит, «они» – это «do». Итак, «когда». Кстати, это специальный вопрос, правильно? То есть, это не общий вопрос, на который вы должны ответить «да», «нет», «не знаю». Здесь на конкретный вопрос, специальный, нужен конкретный ответ. «Когда» – это у нас «when». Значит, мы на нулевое место, как бы на то, которое перед первым, перед вспомогательным глаголом стоит, мы ставим вот это самое «when». «When do they usually» – «приезжают» – это то же самое, как «приходят». «Come to Toronto». То есть, уезжают или едут – это «go», а когда приезжают – «приходят» – это «come». То же самое вы можете сказать, например, «иди туда», «go there», а «иди сюда» – «come here». Итак, еще раз. «Когда они обычно приезжают в Торонто?» «When do they usually come to Toronto?» Давайте разбирать третье предложение. «Не приходите сюда утром, пожалуйста». Это у нас уже как повелительное наклонение, да, ну, отрицательное. То есть, «не делайте» или «делайте что-то». Вот, кстати, здесь «приходить», так же, как во втором было «приезжать», о чем я и говорила. Это «come». Значит, как звучит «не приходите». Когда мы вообще обращаемся к кому-то и просим его чего-то не делать, мы всегда начинаем такие предложения с «don't». Ну, сокращенно «do not», да. Обычно «do not» не говорят, в таких случаях всегда «don't». Например, «не спрашивай меня», «don't ask me», «не делай этого», «don't do it», «не ешь это», «don't eat it», «не ходи туда», «don't go there», и так далее. В данном случае «не приходите сюда», «don't come here», «сюда» или «здесь» – это «here», «там» – это «there», «здесь» – это «here». Ну, собственно, и «туда» – это тоже «there», «сюда» – это «here». «Не приходите сюда», «don't come here». И ещё продолжение, да, «утром». Вспоминаем «in the morning» устойчивое. «In the morning, please». Кстати, слово «пожалуйста» можно ставить либо в самое начало, либо в самый конец в английском языке. В русском мы можем его даже и в середину поставить. Я могу сказать «не приходите сюда, пожалуйста, утром». Могу сказать «пожалуйста, не приходите сюда утром». Могу, как здесь, в конце поставить. В английском в середину мы его поставить не можем. Либо в самое начало, либо в самый конец. То есть я могу сказать «please», «don't come here in the morning». А могу «don't come here in the morning, please». Четвёртое предложение. Она не хочет покупать новый телевизор. Телевизор. Телевизор по-английски будет «tv set». Просто «tv» – это телевидение, то есть то, что транслируется. А вот тот самый предмет, при помощи чего это транслируется, да, сам ящик, так скажем. «TV set». Значит, давайте разберёмся, кстати. Новый телевизор. Телевизор – это у нас исчисляемое, правильно? Значит, «a tv set». И вот его описание, новый телевизор, будет «a new tv set». То есть прилагательное в данном случае не само по себе. Оно относится к существительному телевизору. Оно его описывает и получается такое вот у нас словосочетание. Поэтому с артиклем «a new tv set». Вот уже, считайте, с половиной предложения мы разобрались. Теперь время, как я говорю, нужно определиться, в каком времени стоит предложение. Опять-таки, в простом, настоящем. Present simple. И при том предложение отрицательное. Значит, нам нужен вспомогательный глагол. Здесь речь идёт про неё. Она не хочет чего-то там делать. Значит, he, she, it – вспомогательный глагол – does. Только здесь отрицание, поэтому doesn't. Хотеть – это глагол want. Значит, не хочет – doesn't want. Кто не хочет? She doesn't want. Дальше. Что делать? Не просто doesn't want buy. Покупать – это buy. She doesn't want to buy. Потому что инфинитив. Что делать, что сделать. В английском языке это частица to. She doesn't want to buy a new TV set. Номер пять. Коротенькое предложение. Катя любит ананасы. Ананас, вспомним, это pineapple. Вот как яблоко apple, только это ещё pineapple. Значит, во множественном числе – pineapples. Напоминаю, что со множественным числом артикль «э» не ставится, только в единственном числе. Итак, Kate любит likes с окончанием «эс». Потому что в простом настоящем времени, когда речь идёт про третье лицо, единственное число, то есть он, она, оно, к сказуемому, к смысловому глаголу мы добавляем окончание «эс». Если вы скажете «я люблю ананасы», то не нужно окончание «эс». Будет просто «I like pineapples» или «мы любим ананасы». We like pineapples. А вот если Катя или Маша или Петя или мама, папа, неважно, то есть третье лицо, единственное число. Значит, Kate likes pineapples. Предложение номер шесть. Мой папа не хочет строить маленький дом. Мой папа хочет построить большой дом. Итак, предложение состоит как бы из двух таких полноценных предложений. Разберёмся с первой половиной сначала. Мой папа не хочет строить маленький дом. Предложение стоит в простом настоящем времени, опять-таки, отрицание. Значит, нужен вспомогательный глагол does, так как папа – это he. Значит, не хочет, doesn't want. Строить новый глагол, ну, для кого-то новый, для кого-то уже известный. To build – строить. Поэтому у нас строитель – это builder. To build – строить. Итак, my father, мой папа, да, дальше. Не хочет, doesn't want, не хочет. Что делать? Сейчас будем ставить инфинитив. Не просто build, а to build. Чтобы не получилось, не хочет строить. Не два сказуемых, а одно сказуемое, а второе – инфинитив. Doesn't want to build – строить что? A small house. Не забываем про неопределённый артикль – э, относящийся к слову «дом», а маленький – это как бы его описание. A small house. Итак, ещё раз. My father doesn't want to build a small house. Вторая половина этого предложения. Мой папа хочет построить большой дом. Итак, my father, тут уже не просто want, а wants, потому что, опять-таки, папа – это he, предложение утвердительное. Когда он, она, оно, к сказуемому, ещё раз говорю, напоминаю, что мы добавляем окончание s. My father wants to build, ещё раз, потому что инфинитив, что делать? To build a big house. Следующее предложение. Его дочь хочет послушать эту новую музыку. Снова простое настоящее время. Его дочь – это она, местоимение, да? She – значит, опять-таки, глагол «хотеть», «хочет» в данном случае будет с окончанием s. His daughter wants, не просто want, wants, что сделать? Глагол «слушать» – это listen. И дальше идёт предлог, подсказка, потому что всегда глагол listen используется с предлогом to. Послушать кого-то или что-то – это не просто listen me, например, да, послушай меня, а listen to me – послушай меня. Конечно, если вы просто говорите «послушай» или «прислушайся», тогда просто будет listen. Ну, например, кто-то кричит или кто-то поёт. Тогда, да, если, как бы, собственно, продолжение, нет вот этого глагола «послушай». Но, если вы говорите «послушай эту песню», то вы скажете не просто listen this song, а listen to this song или «послушай свою маму» – listen to your mother. То есть listen to – прям себе запомнить. Есть такие глаголы в английском языке, которые всегда заучиваются с предлогами. Вот listen – это один из них. Итак, значит, his daughter wants to listen to this new music. Музыка так и будет. Music. Здесь мы артикль ставить не можем, потому что музыка – это как бы понятие, да, то есть слово неисчисляемое. Её нельзя посчитать, её, собственно, и осязать нельзя. Музыка просто, поэтому this new music. Восьмое предложение. Он любит кушать мороженое с бананами или с клубникой? Он любит кушать мороженое с клубникой. Итак, здесь у нас есть и вопрос, и ответ. Начинаем с вопроса. И это у нас не просто вопрос, а кто помнит, он называется альтернативный, потому что здесь есть альтернатива, выбор. Вот это самая частица или, or в английском языке. Вот когда нам предлагают какой-то выбор, альтернативу, это альтернативный вопрос. Смотрите, мы уже с вами выяснили, что есть общий вопрос, да, нет, не знаю, да, который требует ответа. Специальный, который начинается со специального вопросительного слова, где, куда, зачем, почему, кто и так далее. И вот ещё у нас альтернативный, это когда есть или частица, и остаётся неразобранным ещё один вид вопросов, потому что их в английском четыре. Ну, это, так скажем, припасём на будущее. Итак, то есть начинается альтернативный вопрос, как и общий. Мы просто потом добавляем альтернативу. А общий вопрос у нас начинается со вспомогательного глагола. В данном случае это у нас опять простое настоящее время. «Он» значит вспомогательный глагол «does». Начинаем. «Does he like?» Дальше. Что делать? «To eat?» Кушать, да, есть. «Eat ice cream» – мороженое. «With bananas?» «Or» – просто дальше добавляем. «Или or with strawberries». «Клубника» – это «strawberries». То есть в русском языке вообще ягоды звучат скорее как собирательное. Мы не говорим же с клубниками, с малинами, со смородинами. Мы говорим просто с клубникой, с малиной. А в английском языке есть и поштучная ягодка, прямо называется «berry» – это слово ягода. Соответственно, «strawberry», «rasberry» – малина. То есть, но мы же, никто про одну ягодку речь не ведет. Ягоды покупаются, ну так, массой, какими-то килограммами, граммами и так далее. Поэтому «strawberries» во множественном числе используется в английском языке ягоды. Еще раз, что получилось. «Does he like to eat ice cream with bananas or with strawberries?» И ответ «he likes – он любит». Не забываем поставить окончание «s», потому что это «он». «Он, она, оно – likes». «He likes to eat ice cream with strawberries». Девятое предложение. «Чья это пицца?» «Это моя пицца». «Это пицца с ветчиной». «Если хочешь, съешь ее». Итак, вспоминаем, как же будет слово «чья». Почти так же, как и «кто». «Кто» – это «who», «от чей» или «чья», или «чье», или «чьи». Потому что в английском языке, напоминаю, категории рода нет. Просто выучили одно слово «хуз» и все. «Чей», «чья», «чье», «чьи» – это «хуз». Значит, «хуз пицца», «пицца так и будет». «Хуз пицца из дэсс». То есть, чьей пиццей это является. «Хуз пицца из дэсс». На тему «чей», «чья», «чьи», «чьи», «чьи» где-то уже упражнение у нас было. «Хуз пицца из дэсс». И ответ в зеркальном отражении. «Из дэсс» мы закончили, а теперь наоборот. Теперь «эта пицца с ветчиной». «Ветчина» по-английски будет «хам». Именно широкий звук «а», как «кат», кошка в середине. Значит, «эта пицца». Дальше, не просто «with ham», а нам же нужно сказуемое. Напоминаю, что в английском языке всегда должно быть подлежащее «кто или что». И действие сказуемое. То есть, что это лицо выполняет. То есть, «эта пицца является свечиной». Ну, как бы так. Значит, «this пицца is with ham». «Если хочешь, съешь её». То есть, «если хочешь». «If you want». То есть, понятно, что я обращаюсь ко второму лицу, поэтому не просто «if want». То есть, первый длинный звук, потому что «есть», «кушать» – это «eat» с долгим звуком «i». А второй «её» в смысле пиццу. Всё, что оно, всё, что неодушевленное в английском языке – это местоимение «eat». Переходим к номеру десять. «Куда вы ходите утром?» «Я не иду на работу». «Я иду в школу утром». Ну, здесь, наверное, не «иду», а «хожу» было бы хорошо. Ну, уж как напечатано, так напечатано. Ну, по смыслу имеется в виду «вообще». То есть, да, в «present simple», в простом настоящем времени. То есть, с какой-то периодичностью, регулярностью. Значит, «куда вы ходите утром?» Итак, это у нас специальный вопрос, кстати, да, который мы недавно прошли. «Куда?» – вопрос «where». Опять-таки, чтобы не было слишком запутано, давайте образуем сначала общий вопрос. Вот, допустим, «вы ходите утром на работу». Вот, допустим, общий вопрос, который нам подразумевает ответ «да» или «нет». Вот вы кому-то задаете вопрос. С чего вы начнете? Обычный общий вопрос. Со вспомогательного глагола. В данном случае «вы» значит «do». Например, «вы ходите на работу?» Даже без утром. Просто вот общий вопрос. «До вы ходите на работу?» А теперь вы хотите задать вопрос. «Куда вы ходите на работу?» «Куда?» – это у нас слово «where». Так же, как и «где». «Where do you work in the morning?» То есть «куда вы ходите утром?» «Where do you go in the morning?» Ответ «я не иду». Ну, в смысле «я не хожу». Спрашивали про «куда вы ходите?» Значит, «я не хожу». Ну, здесь так просто написали «я не иду». Значит, «я не хожу на работу». Отрицание в простом настоящем времени. Вспомогательный глагол «don't». Напоминаю, что «to work», «to school» без артикля. «Я хожу в школу утром». «I go to school in the morning». Ещё раз, полностью десятая. «Where do you go in the morning?» «I don't go to work». «I go to school in the morning». Номер одиннадцать. «Где твой кот?» «Он на диване». Ну да, где ещё коту быть? Итак, «где твой кот?» Опять-таки, не забываем, что должно быть сказуемое. «Где находится твой кот?» То есть «он», опять-таки, «находится», «лежит» в смысле чего-то там на диване. То есть «где он есть, он есть на диване». Это чтобы вы не забыли про то самое «из», потому что кот, да, значит «it» – это «из». Итак, «где?» «Where?» То есть не просто «where your cat?», а «where is?» Потому что «где находится твой кот?» «Where is?» И вообще запомните, что когда «где?» Мы спрашиваем, где что-то или кто-то есть, это всегда либо «where is?», если про одно или про одного речь, или «where are?», если про много. «Where is your cat?» И ответ «он», только не «hi», да, а «it», потому что, еще раз говорю, что все неодушевленные предметы и все животные – это в английском языке местоимение «it». Но если вы кота приравниваете к члену семьи, ну или собаку, или хомячка, неважно, то можете по половому признаку либо «hi», либо «şi». Например, я своих животных приравниваю к членам семьи, поэтому для меня они «hi» и «şi». Тут уж на ваше усмотрение. Но так как здесь упражнение, поэтому речь идет о чьем-то коте, поэтому стандартно «it». Значит, «where is your cat?» «It is» – опять-таки не забываем, потому что он там находится. «It is on the sofa». Не забываем про определенный артикль «the». Не просто «on sofa», «on the sofa». Оно и звучит так лучше, да? «Диван» – это «sofa». Вот как слово «sofa», только ударение на первый слог. «Sofa». Номер двенадцать. Она часто готовит пиццу? Нет, она не часто готовит пиццу. Глагол «готовить» – это «cook». Кстати, «повар» существительное тоже будет просто «cook». Наречие времени «часто» переводится «offen», которое ставится до любой наречия времени, как я уже выше говорила, перед смысловым глаголом. Итак, первая половина двенадцатого предложения – это у нас вопрос. «Значит, нужен вспомогательный глагол». Здесь «she», поэтому «does». «Does she» – не просто «cook». Нам еще слово «часто» надо, наречие времени. Ставим его перед этим самым «cook». «Does she often cook pizza?» И ответ отрицательный, кстати. И опять-таки нам нужен вспомогательный глагол. «Значит, будет не «does», а «doesn't». «No, she doesn't» – опять «offen» – «cook» – «pizza», потому что наречие времени ставится перед смысловым глаголом. Тринадцатое предложение. Таня любит пить кофе с молоком. Таня likes – не забываем окончание «s». Таня likes – «что делать». Не просто «drink», а «to drink», потому что нам нужен инфинитив именно «что делать». А в английском это равно частице «to». Таня likes – «to drink coffee with milk». И последнее, заключительное, четырнадцатое предложение. «Приезжайте в Лондон, пожалуйста». Опять, да, направление «kuda», как выше было. В Берлин, в Торонто. А теперь «to London», «to London» через звук «а». И опять «приезжайте» или «приходите», как было выше. «Come». Ну и по нашей доброй традиции, так скажем, теперь полностью всё упражнение, все четырнадцать предложений только по-английски. Начинаем. They sometimes go to Berlin. When do they usually come to Toronto? Don't come here in the morning, please. She doesn't want to buy a new TV set. Kate likes pineapples. My father doesn't want to build a small house. My father wants to build a big house. His daughter wants to listen to this new music. Does he like to eat ice cream with bananas or with strawberries? He likes to eat ice cream with strawberries. Whose pizza is this? This is my pizza. This pizza is with ham. If you want, eat it. Where do you go in the morning? I don't go to work. I go to school in the morning. Where is your cat? It is on the sofa. Does she often cook pizza? No, she doesn't often cook pizza. Tanya likes to drink coffee with milk. Come to London, please. Let's go to Saul. I'm sure it's cool. Let's look at him. Everyone comes to sticking because of life. VERSE